Добрый день, друзья! С вами подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня спортсмен Сергей Евглевский, который будет представлять Австралию на Олимпиаде в Париже в стрельбе. Сергей, добрый день! Добрый день! Спасибо, что меня пригласили. Да, спасибо вам большое, что согласились, и прежде всего хочу вас поздравить с квалификацией на Олимпийские игры в Париже. Я думаю, что многие-многие в русскоязычной общине Австралии будут за вас болеть. С каким настроением полетите? С настроением готовым. Я сейчас очень много тренируюсь, и квалификация у меня была очень хорошая. Тренировки сейчас идут хорошо, чувствую, готов. Поеду туда и делать, как смогу. Ну, мы желаем вам всяческих успехов. Расскажите, пожалуйста, немножко для тех, кто, может быть, совсем не в курсе соревнований по стрельбе, а вашей дисциплине, в которой вы соревнуетесь. У меня дисциплина зовут 25-метр rapid fire. И как она стреляется? Она стреляется на 25 метров, и там 5 мещений. Ну и, по идее, надо попасть в середину мещения. Там это, как сказать, десятка. И сколько раз можешь попасть, вот такой у тебя результат будет. И у меня специально такое надо стрелять, что надо 5 выстрелов в специальное время. Допустим, 5 выстрелов на 8 секунд, 5 выстрелов на 6 секунд, и потом 5 выстрелов на 4 секунды. И вот так на каждое время, сколько дается, 2 раза делаешь. Все вместе 60 выстрелов, 2 половинки, 30-30, и вот ты так и стреляешь. А мишени при этом стационарные или движутся? Нет, мишени не движутся, они стоят, но время, вот что сложно, комбиковано в стрельбе, что со временем сложно стрелять. У вас, наверное, должно быть очень хорошее зрение для этого? Ну да, считаю морковку каждый день, чтобы было бы хорошее зрение. Помимо морковки, как ваша подготовка проходит? Вы сказали, что усиленно тренируетесь. Это только стрельба или еще какие-то дополнительные нагрузки? Да, я тоже занимаюсь в зале, с гантелями очень часто занимаюсь, чтобы быть в физической подготовке и чувствую физически его сильным и хорошо, чтобы поднимать пистолет. Пистолет, если честно, не очень тяжелый, где-то килограмм с половиной весит он, но чтобы держать его все время, и чтобы хорошо держать, чтобы рука стояла, чтобы спуск нажимать было хорошо, и чтобы зрение хорошо было, надо, чтобы уметь держать пистолет. И чтобы уметь держать пистолет, надо в зале позаниматься. Чтобы руки были сильными? Вот именно, да, чтобы рука была сильная, спина, плечи, вот это все. Сергей, вам 26 лет, и это уже вторая Олимпиада, на которую вы едете. Первая была в Токио. Расскажите, пожалуйста, какие у вас остались впечатления от нее, и сильным ли было волнение, сильнее, чем на обычных соревнованиях? Да, вот перед Токио у меня очень сильно волнение было. Еще интересно, что-то началось прямо в день соревнований, потому что очень сложно было соревнования, потому что до этого был ковид, и мы не могли ехать на какие соревнования международные. Сложно было тренироваться, и сложно было стрелять с моими соперниками, потому что я давно с ними не стрелял, давно с ними не тренировался, давно с ними соревнованиями не стрелял. Очень сложно было привыкнуть к этому. Два года на международных соревнованиях не селял. И да, как сказать, было сложно. А вот сейчас, в этом году, я чувствую, намного больше готов. Потому что у меня соревнований очень много было в международных стартов в этом году. И международные сборы были тоже. И вот чувствую намного сильнее, намного крепче, чем в прошлой Олимпиаде. Давайте теперь немножко о вашем пути в этом спорте поговорим. Вы же потомственный стрелок, рожденный в Беларуси. Расскажите, пожалуйста, немножко о ваших родителях и о том, какое влияние на вас их работа оказала. Да, Шайт, мы в Беларуси. Папу пригласили сюда в 98-м году, работая за строителькой команды по серебе. Он работал типа ружейником. И команде надо было ружейник. И вот пригласили нас сюда приехать. И мама сказала, ну что ты так будешь, туда-сюда, туда-сюда. Давай все вместе переедем в Австралию. Ну и вот все вместе приехали в Камберу. Там был институт спорта, где папа работал. И мама еще там тренировала тоже. И мама за Беларусь еще стреляла в это время. Ну и пришли вот 2000 игр. И папа-ин контакт закончилась. Ну мы оставались, чтобы смотреть, как там мама стреляла. И выиграла бронзовую медаль. Мама на Сидней 2000 Олимпиады. Ну и вот решили после этого оставаться в Австралии. Потому что здесь как-то было чуть-чуть полегче пожить. И папу работу пригласили. И вот предложили на работу. И вот мы остались. И мама потом всю жизнь стреляла за Австралию после этого. В каком возрасте вы в первый раз пистолет в руки взяли, чтобы пострелять? Было мне 12 лет. Понравилось сразу? Да, очень понравилось. Да мне еще до этого нравилось. Потому что я все время за мамой бегал. Когда она там выиграла какую-то медаль на локальные соревнования. Или в Австралии какие-то соревнования выиграл медаль. Я все время за ней бегал, чтобы стоять там с ней с медалью. И вот родители знали, что с раннего возраста, что мне очень нравится эта стрельба. И я готов к этому стрельбу. Это, как сказать, в нашем крови. Я знал давно, что я хотел стрелять. Скажите, пожалуйста, а вот с поездкой на Олимпиаду и, может быть, на другие соревнования тоже. Я слышала противоречивые отзывы о том, помогает ли правительство Австралии каким-то образом с финансированием спортсменов и так далее. Можете, пожалуйста, если это не секрет, рассказать, есть ли государственная поддержка? Да, конечно, есть. Но это все зависит от какого-то уровня. Допустим, если ты хочешь поехать на международные соревнования, но у тебя, допустим, результатов поменьше, чем норматив, скажем. Скажите, как они какие, тогда это все будет со свой счет. Но у меня результаты в Австралии хорошие. Я норматив все выполнил, и я в хорошем позиции, чтобы мне дали деньги, чтобы поехать на международные соревнования. Оплачивают наши билеты, оплачивают наши поездки, но для работы нам не платят. Допустим, когда мне надо тренироваться 20-30 часов в неделю и в зале заниматься, и лететь, допустим, туда на соревнования, это нам все не платят. Шай платит за билеты и за поживание, все это хорошо, что нам дают деньги, но, к сожалению, остальное другое не платят. Шай тоже такой спорт, что сложно на нем жить и сложно заработать все равно деньги. Помимо стрельбы увлекаетесь чем-нибудь, занимаетесь? Да, я люблю в футбол тоже играть, смотреть в футбол. Болею я за англичанскую команду Челси, и вот сейчас чемпионаты Европы были, сейчас все смотрел, вставал рано утром, чтобы смотреть все матчи. Ну, с друзьями люблю гулять, побыть с друзьями, побыть с геллфрендом, и да, вот такая у меня жизнь. Сергей, спасибо вам огромное, желаем вам всяческих успехов, будем болеть за вас, ну и в любом случае будем очень радостно смотреть и следить за вашей дальнейшей работой. Спасибо большое, спасибо, что вы меня пригласили, и да, спасибо большое. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов. Субтитры создавал DimaTorzok